Всем привет! Данный ролик будет на обучающую тему. Поговорим про преимущества четырехслойной платы. Но не просто, что у нас есть два дополнительных слоя, а копнем немного глубже. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Радиолюбитель Но в последнее время производители печатных плат сильно преисполнились в создании. И теперь цены на изготовление платы получаются не дороже комплектухи. Мало того, цена на четырехслойную плату тоже упала. Однако люди продолжают использовать только двуслойные. Давайте разбираться, когда лучше использовать многослойную плату, а когда можно обойтись и однослойной. Так как правило под каждую задачу свое решение никто не отменял. Итак, где же она может понадобиться? Первое это платы, на которых есть микроконтроллер. Второе это платы, по которым проходит ВЧ-сигнал. И нужно согласовывать импеданс. Третье это если вы хотите уменьшить габаритный размер платы. На многослойке это сделать в разы легче. Все это круто, но почему многие игнорируют наличие многослойной платы? И мне кажется я знаю причину. Это софт. Я прошел тот же путь. Мне легче было в спринт лойоте поставить модель Артуина на плату, чем разводить под контроллер дорожки. Так как в более-менее сложном проекте запутаться можно на раз-два. И поэтому нужно выбирать более сложную среду для разработки. Мне например понадобилось чуть больше трех месяцев на освоение Альтиума. Больше всего раздражало то, что нужно создавать библиотеку или искать годовую. Но со временем я понял, что это прям необходимость. Так как почти все производители прилагают к своим элементам футпринты, которые достаточно просто импортировать и они будут точно соответствовать реальному размеру элемента. Когда доведу свою библиотеку до ума, выложу ее в телеграм канале. Кому интересно можете заходить. Там мы общаемся на разные радиолюбительские темы. Но вернемся к нашей плате. Я для примера развел вот такую макетную плату. В которой применил микроконтроллер STM32, что будет стимулом начать его изучать. Плата содержит кучу модулей, которые собраны в одном месте. Так намного удобнее работать, чем с кучей датчиков разбросанных по столу. Идем дальше. С чего начинается проектирование? Правильно, с выбора производителя. Для чего, спросите вы? А для того, чтобы создать стэк платы. Стэк это то, из чего состоит плата. Медь, диэлектрик, маска, шелкография. Как же его создать? Да все просто. Открываем сайт производителя и переписываем размеры. Там вы увидите несколько вариантов толщин. Выбираем тот, который подходит под ваш проект. Почему я заострил на этом внимание? Изначально я думал, что стэк слоев стандартный для всех. И использовал стэк другого производителя для заказа у PCBWay. Итоговая цена оказалась слишком большой. Я начал спрашивать менеджера, почему такая цена. И получил ответ, что стэк нестандартный. Потом переделал под их стэк и цена стала меньше. Теперь поговорим про еще один стэк. Не знаю почему, но называется он так же. В общем это расположение сигнальных и питающих слоев. Обычно в четырехслойной плате используют два слоя под проводники, а два под питание. И есть два основных расположения. Первое это наружные слои отводят под сигнал. А внутренние один земля, а второй питание. Такое расположение хорошо подходит, когда нужно задавать импеданс дорожки. Она получается снизу, подпертой земляным полигоном. Есть и другой вариант стэка. Когда сигнальные слои спрятаны внутрь, а питание снаружи. Такое решение позволяет сильнее экранировать слои. Но есть и минус. При разработке или ремонте к сигнальным слоям сложно добраться. Так как они находятся внутри. Например, чтобы перерезать дорожку. Теперь поговорим про переходные отверстия. Старайтесь их использовать на линиях с меньшей частотой переключения. Или вообще на постоянном токе. Так как каждое переходное отверстие создает дополнительную помеху. И отражение сигнала на плате. В таком случае для ответственных проектов придется использовать дополнительный саппор. Который посчитает оптимальный размер переходного отверстия. Также не забываем установить блокирующие конденсаторы возле каждого потребителя. Для того, чтобы повысить надежность устройства в целом. Но усердствовать тоже не стоит. Один кондер от 10 до 100 нФ вполне достаточно на каждый вывод. Это самая база перед созданием платы. Рассмотрим, что я тут насоздавал. Как видим, был выбран стэк, где сигнальные дороги находятся сверху. А питание внутри. Но это не значит, что на верхнем или нижнем слое не может быть дорожки питания. Просто по удобству увожу их на внутренний слой. По мере прокачивания навыков, я начал больше узнавать про проектирование плат. И очень часто встречал упоминания о том, как важно правильно организовывать путь протекания обратного тока. Что это такое? Рассмотрим на конкретном примере. У нас есть цепь, которая состоит из двух элементов. Допустим, это будет два разъема. Один это питание, второй это потребитель. Разъемы подключены между собой дорожкой на верхнем слое. И полигоном соединены на нижнем. Такое расположение я выбрал специально, чтобы продемонстрировать вам пути протекания тока. Запустим саппер, который посчитает нам пути протекания тока на плате. Для начала это будет постоянный ток. Аналогично тому, как питается микросхема. Как видим, стрелками показаны пути протекания тока. Он стремится найти самый короткий путь между точками. И это понятно. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Самое интересное начинается, когда мы переходим к анализу переменного тока. Поведение электронов изменяется. Все потому, что на высокой частоте важнее не активное сопротивление, а реактивное. В котором основной роль играет индуктивность. А она, чем ближе дорожки к друг другу, тем меньше. А значит ток будет выбирать путь именно под дорожкой. И при проектировке схем нужно учитывать такие моменты. И вот тут преимущества сплошного земляного полигона становятся прям четко видны. Так как ток может спокойно протекать куда ему угодно. Естественно тут есть свои подводные камни. Допустим, если на пути протекания тока будет помещена какая-нибудь шумящая DC-DC. Это прям очень неудачная разводка. Поэтому при проектировании держите в уме, как же сигнал будет возвращаться обратно. Плавно подошли к следующей теме. А именно изолирование аналоговой части от цифровой. Самый простой способ это сделать, это во-первых разделить полигоны. Обычно нулевым резистором. А во-вторых можно окружить нужную область платы так называемым сшиванием. Когда вокруг полигона добавляются переходные отверстия. Которые расположены на слое земли. И как бы замыкают на себя все наводки, которые появились внутри платы. На симуляции четко видно, как отделенная область почти не подвергается протеканию токов от цифровой схемы. Первоисточники информации, про которую я рассказал, можете найти по ссылкам в описании. Теперь доведем до логического конца наш проект. А именно выгрузим файлы для производства. Закинем их в архив и отправим производителю. В архиве желательно иметь экселевский файл со стеком слоев. Выглядит он примерно так. Если вы где-то накосячили со стеком или платой, то в большинстве случаев инженеры компании вас поправят. И вы получите именно то, что хотели. Как собственно и я. Мне даже в подарок платам прислали ручку. Но главное не она, а качество плат. Тут как обычно все на высшем уровне. Но думаю вы и так это знаете. Настало время запаять элементы на свое место. Тут без особых проблем можно выполнить данную операцию. Думаю у многих может возникнуть вопрос. А почему SMD такие большие? А не скажем там 0402. Просто потому, что у меня в наличии есть библии только под элементы 0805. А покупать отдельно мне лень. Ну вот собственно и все, что я бы хотел рассказать по поводу многослойных плат. Надеюсь вы правильно поняли мой посыл. Под каждую задачу свое решение. А на этом у меня все. Спасибо что смотрите и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok